приветствую вас дорогие друзья напишите пожалуйста как меня видно как слышно побольше у нас становится народу даже днем хотя многим я соглашусь удобнее вечером но сейчас у нас прошел целый цикл теле мостов для наших иностранных коллег и я хотел бы сделать анонс друзья потому что это действительно очень важно вчера также у нас прошел первый в этом году хочу подчеркнуть в 21 00 по москве то есть по челябинскому времени это вообще уже фактически 11 часов закончилась у нас уже где-то через полтора часа то есть действительно поэтому папа этой же причине мы жертвуем некоторыми вечерними вебинарами под потому что проходят другие также необходимые абсолютно мероприятия и вот пожалуйста анонс друзья потому что потом нет не будет возможности скопировать скачайте скопируйте обязательно приглашайте партнеров коллег с африки сьетнама с индонезии с франции соответственно вот на эти текущие даты 2018 год у нас будет именно такой под агидой максимальной оптимизации и направление действительно на ускорение финансирования каждый затраченный цен так скажем на мероприятие на конференции он должен монетизироваться в 10 в 20 раз больше поэтому мы сейчас выбираем даже вот такой способ именно удаленного взаимодействия с аудиторией и подготовки для очень масштабных конференций и для того чтобы уже выявить лидеров из тех стран в которых мы представлены может быть пока что не сильно крупно то есть я не считаю что страна открыта если там даже до 100 человек это абсолютно неправильное осуждение что да там присутствуют инвесторы да там что-то развивается но какого-то движения нет вчера мы всех экспертов всех топ экспертов ориентировали на то что нужно все таки фокусироваться на первоочередной задачи лидеры движения skyway не побоюсь этого слова тот кто ведет за собой массы под знаменем флагом skyway и сосредотачиваться именно на популяризации технологии на увеличение потока инвестиций они занятия всякими мифическими адресными проектами потому что как показывает практика все-таки лучше всех и единственный результат такой вот именно реальный показывают представители головной компании потому что мы помним все друзья что отдел крила бадулина это было всего лишь несколько человек кирилл и еще девушка раньше были они вообще вдвоем а сейчас это целый департамент который занимается адресными проектами скоро выйдет смонтированный ролик и вы сможете погрузиться в атмосферу прослушать выступление кирилла бадулина по поводу именно тайландского коридора это было темой на его выступлений наши поездки проработки почвы для будущих адресных проектов и я был просто удивлен ну кирилл не раскрывает естественно никакой конфиденциальной информации поделился тем что хотя бы можно говорить и я так сложил это в голове просто колоссальный объем работы сейчас проделывается и в недавнем времени увидели приезд рода хука не прошло и года как говорится но дает друзья если задуматься 11 месяцев уже примерно чуть больше 11 месяцев даже ведется работа это жестких условиях регуляции происходит работа именно транспортными департаментами департаментами и существующими различными чиновничьими инстанциями и рот хук действительно пробивает локтями как уже предпредставители и именно ключевой игрок skyway астралия это именно вот была ему дана прерогатива потому что он стал пионером создания адресных проектов непосредственно на территории отдаленных стран и ему там был некий эксклюзив сейчас никакого эксклюзива друзья ни у кого нет и не может быть и знали бы вы как проводит переговоры анатолий эдуардович то есть с некоторыми командами ну просто происходит прощание буквально через 30 минут если есть понимание что остается именно пробел в наличии сильной команды в этом регионе и быстро находится следующая команда то есть это действительно марафон сейчас который мы бежим с вами как крауд инвестинговая система как сеть не побоюсь этого слова и не стесняясь этого слова друзья из людей на основе партнерской программы и мы продвигаем действительно очень серьезный и великий продукт наверное для всего человечества я искренне рекомендую друзья вам всем ознакомиться и те кто не следят за новостями обязательно посмотрите крайнюю статью где раскрывает анатолий эдуардович именно видение концепцию но наверное это для меня тоже одна из самых интересных тем перед от с общепланетное общепланетарное транспортное средство это именно видение концепция умных линейных городов в которых даже лифт становится не вертикальным а горизонтальным и в каждый квадратный метр жилья включена эта транспортная услуга когда человек действительно сможет не больше пяти минут тратить чтобы перемещаться с одной станции на другую также у нас будут так называемых называем сергей антольевичем транспортные конвертеры когда меняется именно скорости и применение транспорта skyway подов как их называют иностранцами иностранцы транспортных модулей как именуем их мы русские и соответственно вы можете пересесть на 500 на 600 километров в час либо ехать на своем юнибайке либо в абсолютном комфорте без давки ехать на юнибусе и соответственно без какого-либо дискомфорта долгой поездки ну чего не скажешь о многих странах где удалось побывать и также вот в таиланде мы с кириллом бадулиным испытали наверное все виды транспорта банкока и я был поражен одно и действительно как бы тут тоже речь идет об оптимизации расходов по том что во многих странах городах регионах не выгодно дорогостояще строить метро ну если говорить про арабские эмираты там конечно шикарное метро и когда наконец-то выйдет мой видеоблог именно по всем перемещениям командировкам там и так далее и туристическим поездкам когда выдаются свободные дни в основном этот новый год и так далее там я все это освещаю и друзья действительно вот банкок люди перемещаются по реке то есть пробки там на реке и час пик тоже на реке и если говорить про транспорт именно метро надземного метро то там действительно как бы такая давка в час пик и люди в абсолютном дискомфорте перемещается применением технологии skyway такого друзья никогда не будет это небольшая такая прелюдия перед вебинаром я бы сказал потому что естественно у нас присутствуют новички мы сейчас уже не проводим даже опросники что присутствуют новички те кто новички поставьте знак плюсик потому что вот мы даже в логике проведения телемостов решили делать таким образом что все-таки нужно перед телемостом делать на том языке на котором мы проводим уже именно презентацию для новичков будут сформированы достаточно мощные маркетинговые материалы в этом году именно мы как члены правления skyway капитал над этим проработать поработаем чтобы сами совместно с лидерами совместно с кураторами регионов чтобы именно популяризация и применимость технологии skyway было конкретному региону потому что в этом году это уже абсолютно логично делать и создавать но теперь дорогие друзья давайте перейдем к новостям про рода хука я вам сообщил то есть через восемь девять недель планируется приезд повторной делегации уже с мэри с родом и они привезут достаточно много партнеров они проводят огромное количество встреч с потенциальными заказчиками и некоторых останавливает то что все-таки республика беларусь далеко находится нужно полмира пролететь но те кто хотят увидеть это в живую не на видео хотят задать вопросы лично анатолию эдуардовичу лично топ-менеджменту остальному головной компании лично надежде геннадий не косаревой то приедут и получат на все свои вопросы достойные качественные ответы я думаю что уедут они с конкретным осознавать осознанием что делать и когда будут реализованы уже адресные проекты то что касается индии мы все с вами помним друзья что огромная работа была проделал проделана модиной тул то есть это замечательная хрупкая но очень пробивная девушка и это действительно просто супер работа и я помню тот момент когда модина появилась то есть она появилась с одной командой потом некоторые участники этой команды наверное как-то не нашли взаимопонимание с головной компании с антоли эдуардовичем юницким потому что все таки идеологическая подоплека тут должна чувствоваться во всем и мадина показала себя как раз таки в работе ну и соответственно были заключены очень серьезные контракты то есть на территории индии это действительно такая вот первая страна с которой подписаны конкретные соглашения то есть это штат махараштра по проекте по перевозке руды также спортома создание инновационной системы для транспортировки контейнеров это наше направление которое антолий эдуардович создал и нет в мире такого перемещения подобного контейнеров как это будет делать юниконт и для юниконта разрабатывается кстати специальный вид специальный вариант мотор-колеса который уже 35 киловатт будет выдавать для скоростного транспорта что не и гиперскоростного разрабатывается еще более мощная по производительности и выработке энергии мотор-колесо это уже более 60 киловатт в час и друзья на этом я думаю что инновации внутри инновационной компании не остановятся и помимо того что был уже на базе зао струнной технологии был создан умный так скажем инновационный бетон просто по критериям существующие показатели не подходили пришлось создать новое было до бы доработано мотор-колесо и несмотря на то что в девятнадцатом веке еще придумана концепция мотор-колеса было то есть все что существует сейчас лучше в транспортной инфраструктуре соответственно дорабатывается улучшается если это необходимо друзья то есть я этого не вижу ни в одной корпорации я бы сказал и я могу даже более того сообщить такие новости они действительно и удивляет и в некотором плане даже несколько вызывает улыбку посмотрите что например позиционирует наш с вами всеми любимый часто упоминаемый ты илон маска по поводу строительства туннелей то есть строительством туннелей он хочет добиться оптимизации логистики по проблеме нехватки запчастей именно вот в разных частях города и для этого он сейчас вот говорит что решил проложить между заводами тоннель уже я не говорю про тот факт что это достаточно дорогостоящее содержание подобного решения то есть вы знаете каким образом поддерживается инфраструктура метро и во многих городах происходят обвалы почвенного грунта обвалы асфальта бетонного покрытия и это нарушает действительно и экосистему городов и вредит более того я бы сказал жителям городов а илон маск использует это в качестве оптимизации для логистики и опять же то решение виртуозное гениальное и действительно как бы легкое простое в реализации можно много еще эпитетов подбирать это действительно sky service то есть то что анатолий эдуардович задумал и планирует реализовать ну мы соответственно на одном из вебинарах маркетинговую концепцию что это необходимо предоставили что хорошо было сделать одно анатолий эдуардович вспомнил из многочисленных изобретений и быстро реализовал концепцию действительно как это применить на существующую путевую структуру skyway это sky service вот это друзья я могу сказать действительно оптимизация логистики и этим будет пользоваться наверное каждый уважающий в будущем себя крупный завод сервисная линия на основе технологии skyway бургубном производственном комплексе и то слово решение и опасное опасное для экологии опасная для жителей города дорогостоящие много опять же можно сервис соответственно поможет перемещать и инструменты и какие-то там допустим до 100 килограмм в автоматизированных ящиках перемещать различные грузы и также это будет из сервисной линии бытовой друзья то есть это то что мы говорили неоднократно и позиционируем это что необходимо реализовывать на концепции в соприкосновение с технологии существующие опять же как и существуют различные виды материалов как существуют различные инженерные решения законной физики также существует технология блокчейн и вот одно из направлений sky service которое нужно использовать на наш взгляд сергею анатольевичем в синхронизации именно инженерной инновационной технологии с блокчейн найти и цифровой технологии и какой это будет рынок и сколько будет этим пользоваться и производственных предприятий и офисов и это уберет и складские помещения друзья вообще в принципе затраты на логистику они наверное уйдут в прошлое на содержание товаров и так далее ну что все будет производиться для того чтобы сразу отправиться к потребителю и сейчас эту проблему никто не может решить не доставка дронами вы знаете так вот немножко отвлекусь на меня порадовала очень история вымышленная естественно наверное история но все же показывающая сегодняшние реалии девушка забыла ключи дома и соответственно звонит молодому человеку спрашивает что не мог бы ты я уже на остановке в трамвае на мне дать ключи потому что я опаздываю на работу на что подпроследовал ответ нет но есть другое предложение и девушка такая восторжена вау правда ну давай и каково было удивление бабушек когда девушка высовывается на половину из трамвая и соответственно подлетает дрон с привязанной изолентой но это российская именно на российский манер такая история и девушка забирает ключи так вот друзья вся транспортировка вот мелкая бытовая сервисная какие-то не тяжелые составляющие внутри производственных и по помещений и именно целых комплексов она будет осуществляться на наш взгляд с помощью sky сервиса никаких дронов никаких подобий фуникулера который в которых опять же пытаются реализовать sky сервис их скорее всего не будет и этот рынок который невозможно сейчас оценить но я думаю что может быть через год может быть через полтора-два такие компании как эрнст янг прайс ватерхаус будут оценивать уже эти составляющие это действительно инновация логистики это действительно оптимизация друзья и это все реализовано в логике единой транспортного и информационной энергетической сети skyway которая сформирует именно на базе платформы транснет сеть нового поколения следующую за интернет и друзья это действительно вот то о чем стоит говорить таким изданием высокотехнологичным как вот вы видите пример статьи от не все таки о том что оптимизация логистики происходит с помощью тоннелей маска как его он позиционирует ну кто мне сбросил сбросил эту статью тон был крайне удивлен и я я тоже посмотрел проанализировал и вот поэтому видение это просто необходимо вам донести все-таки насколько глубоко мыслит анатолий эдуардович во всех аспектах от умных городов до именно вот такого сервисного как технологичного направления так и бытового потому что и яблочки и продукты можно будет получать причем не накачанной пестицидами и так далее вы будете знать с помощью технологии блокчейн каким фермером это яблоко выращено в логике линейного города вы будете уверены что это именно в рамках линейного города все к вам пришло с должными сертификатами качества и так далее то есть проблем тут со здоровьем я думаю никаких не будет потому что будет только экологически чистый продукт который более того создан выращен построен только для вас и чисто для вас для многих сейчас это звучит как фантастика но друзья видят те темпы развития технологии skyway для меня это не фантастика для меня отдаленная реальность это отец и я думаю что на одном из вебинаров мы остановимся так вот поглубже на научной составляющей отец потому что эту тему сейчас нужно развивать необходимо крайне развивать друзья потому что интеллектуальная собственность мы на каждом вебинаре будем это повторять уже оценена и можно сказать что строительство тс началось еще несколько лет назад потому что в своих инженерных расчетах и когда я был на встрече именно вот в крыму с анатоли эдуардов чем он даже во времена во время своего отдыха чертил и собственно реализовал модель отец то есть каждая свободная минута направляется на наверное главную цель анатолию эдуардовича и соответственно нас всех с вами кто поддерживает проект skyway реализацию общепланетарного транспортного средства и вот это друзья это отдаленное будущее но я бы не сказал что это невозможно потому что понятно дорожная карта понятны конкретные шаги каким образом так друзья пишут что что что-то со звуком напишите пожалуйста что хорошо все со звуком или все-таки есть прерывание да звук хороший но друзья потом послушайте в записи и это действительно будущее мировая капитализация экономики вообще вот всей земли потому что то что опять же произошли запуски фалкон хэви и 100 таких фалконов будет запущено а за посмотрим что будет сезоновым слоем земли но друзья это еще не все еще одну концепцию я очень люблю инновационные тренды особенно которые сейчас связаны с тем что мы развиваем с тем что мы делаем и тот кто понимает по-английски прочитает это статья от 3 февраля но я думаю что она не устареет еще долгое время в общем блокчейн проект quantum это успешный блокчейн проект хвалится тем что они запустили первые в мире первую в мире ноду в космос то есть для того чтобы понять что такое нода я хотел бы объяснить что это любой комп компьютер подключенные к блокчейн сети то есть ноды децентрализованной сети распределенной именуемые блокчейна контактирует посредством различных протоколов и хранят данные обо всех блоках транзакциях то есть всю информацию каждая нода хранит части и соответственно это все образует такое вот мощное поле и формирует именно вот такие вот основы системы блокчейн которые мы планируем применять в том числе технологии skyway с визионерство из предположения анатолия эдуардовича юницкого еще восемьдесят девятом году для реализации программы эко мир а эко мир как раз таки это запуск общепланетарного транспортного средства непосредственно уже в ближний космос и реализации так вот компания блокчейн стартап успешный блокчейн стартап повторюсь они запускают ракету с нодой вот представьте что запускает илон маск еще с рядом интересных людей я познакомился на выставке в таиланде и они были поражены причем как они там появились для меня до сих пор это загадка потому что их выступление не планировалось то есть совпадение для skyway я так называю но ничего случайного не бывает и естественно мы с кириллом поведали по решению общепланетного транспортного транспортного средства на что на джеймс очень сильно воодушевился и попросил сбросить материалы как только что будет на английском языке сейчас мы находимся с ним в контакте продукт вообще его стартапа которые поддерживаются именно правительством таиланда в том числе это космический туризм то есть помимо запусков спутника помимо запусков людей и именно проведение космических экспедиций будет осуществляться и космический туризм то есть я думаю что тут 100 150 запусков в год не обойтись вообще абсолютно будет и что будет со зоновым слоем это опять же об этом всегда говорит анатолий эдуардович и это действительно решение решение всех проблем которые с освоением космической индустрии сейчас стоят нужно построить действительно космический полигон нужно построить такой плацдарм и тогда пожалуйста пускай кто угодно подправляет уже кстати с меньшими намного затратами потому что с этого с этой площадке можно будет отправлять и в дальние и дальние далее так скажем и просторы космоса и на марс отправить допустим корабль с людьми нетрадиционной информации ориентации как шутят именно вот и анатолий эдуардович лично уважает эту шутку потому что побособить людей они будут десятки тысяч лет лет лететь и одно естественно как бы это такая вот с черным юмором шутка но имеет определенный смысл и вот это вот действительно решение общепланетарное транспортное средство и мое предвидение мой прогноз личный как бы я в фейсбуке это опубликовал кто желает может сохранить и потом сказать что алексей не реализовался прогноз и так далее что вот индустрию блокчейна как раз таки непосредственно непосредственно в ближнем космосе и запуск того количества нот которое необходимо для того чтобы сформировать блокчейн инфраструктуру в ближнем космосе это сможет реализовать только общепланетарное транспортное средство явно не ракетами нужно друзья запускать подобные вещи потому что озоновый слой это действительно тонкий лед по которому мы все с вами идем и не дай бог провалиться потому что климатические изменения они касаются уже всех и они необратимо коснуться всех и не помогут такие нововведения опять же на ресурсах головной компании вы можете это увидеть как покрашивать вот кто-то подумает что это же вообще не логично окрашивать темный асфальт в белый цвет окрашивать крыши домов белый цвет чтобы температуру в городах повышать на пять градусов ну то есть это просто не имеет смысла нужно задумывается над большими проблемами друзья и кто-то будет считать это фантастикой друзья но реализуя фантастику сейчас уже действительно как бы skyway строится и реализуется непосредственно уже на территории таких стран как индия я называю реализации это начало предпроектных работ это начало подготовки предпроектной документации это получение первых траншей то есть это сугубо предположение что это планируется и это будет реализовано и об этом вы узнаете только из ресурсов головной компании поэтому мы имеем право говорить о такой я бы сказал действительно как бы фантастику и друзья действительно новостей по конкретике адресных проектов их будет на наших вебинарах все меньше но конкретика для того чтобы понимать насколько ценно вот это вот предложение которое я сейчас дам вам по именно то что касается дисконту 1 к 600 это очень важная важный нюанс и первого марта это возможности исчезнет друзья пожалуйста тоже познакомьтесь скопируйте я не буду этот освещать но действительно вот с марта 2018 года все неактивные рассрочки здесь дисконтом 1 к 600 будут аннулированы кто не успел тот опоздал я называю это термином by the deep то есть покупай когда дешево и покупая действительно на падение но у нас нет никакого падения как вот у токенов в блокчейне у нас сейчас ровный такой прогресс роста да сейчас акции skyway не имеют рыночные стоимости но и я могу сказать кто-то вот мне пишет что блокчейн направление более серьезной капитализации и так далее а вы подумайте вообще имеет ли ценность те стартапы которые не реализовали программный продукт на который они заявляются да можно сделать на спекуляции и я рад и счастлив что таким путем не идет и не развивается проект skyway потому что лучше пусть будет стремительное сжатие вот так вот я бы сказал пружины что потом просто она отпустилась и реализованные первые адресные проекты из целая сеть адресных проектов запланировано даже род хук сейчас жалуется что анатолий эдуардович действительно необходим и хотят его очень видеть в австралии но у рода хука была возможность когда на то больше времени нам было у анатолий эдуардович а сейчас анатолий эдуардович лично посещает те страны индия индонезия и другие как бы отдаленные страны где конкретные команды конкретно прорабатывают почву уже по подготовленным адресным проектам и естественно тут складывается приоритет но у нас друзья складывается приоритет уже и по инвестициям то есть я лично уже давно не общаюсь долго с людьми которые хотят инвестировать менее тысячи долларов проекта ну да еще лучше 2-5 100 тысяч долларов инвестиций в проект это тоже никого никого не удивишь абсолютно и сейчас у нас тот этап когда действительно финансовые структуры мирового значения я бы сказал но если может быть не мирового значения то как минимум ближнего зарубежья и действительно российского масштаба я говорю про rbk money которые с жене кудряшовым техническим директором и председателем направления skyway capital посетили зао струнные технологии для того чтобы убедиться потому что друзья вот все-таки стоит признать что антураж и подачу материалов в социальных сетях в social media мы делаем так как умеем и поэтому многие думают что мы еще что-то там строим собираем только инвестиция в этих на парке еще особо ничего не построен компьютерная графика там и так далее но это вопрос позиционирования в этом году мы тоже друзья об этом будем решать прошлом году эта вся история закрутилась я считаю с мощного тренинга александра воловика поставьте плюсики кто был кстати на этом тренинге я лично не смог быть я буквально на несколько дней только приехал на выставку и на конференции в конце декабря не присутствовал но от александр как раз начал рассказывать каким образом так вот массированно позиционироваться в социальных сетях правильно и каково было удивление представители рбк мани когда они все увидели что сейчас происходит на экотехнопарке а что конкретно происходит друзья вы кто-то будете говорить что нет новостей по строительству а ничего то что строится разворотный участок грузовой транспортной системы skyway и это такой вот серьезный дорогостоящий отнимающие в первую очередь дорогостоящий так как отнимающий огромное количество трудозатрат человека часов это самое ценное сейчас в проекте skyway и еще на момент выхода новости 8 февраля друзья посмотрите видео тоже не поленитесь уже более 50 60 процентов было смонтировано непосредственно поворотного разворотного участка грузовой системы до погрузочно разгрузочный модуль это соответственно инвестиции уже таки более серьезные и так как идет максимальная оптимизация то заказчиком будет показаны именно наши юни траки юникары и в будущем также будут показаны но не на этой трассе естественно это уже юниконты и кто-то будет говорить почему все юни а потому что унифицировано потому что на не потому что юницкий друзья антолий эдуардович просто повезло и всем нам с вами повезло на самом деле это не просто везение это наверное судьба и предназначение анатолия эдуардовича что такая фамилия фамилия объединяющий небо фамилия объединяющий технологии фамилия объединяющий инженерные решения и таким образом действительно вот формируется та технология которая отпочковалась цитирую действительно как бы как антолий эдуардович говорит произносит от общепланетарного транспортного средства потому что все таки нужно решить прежде чем выходить в космос представьте вот если даже все государства сейчас бы договорились общепланетное транспортное средство хорошо строим примеру прошло 10 лет и запуска общепланетарного транспортного средства а на земле все та же плачевная ситуация когда более шести территорий великобритании погребены под асфальтом где пагубно действительно сейчас загрязняется воздух окружающая среда где не восстанавливаются и облагораживаются почвы где скоро можно будет забыть о таких словах как гумус в арабских эмиратах пустынях на канарах там и так далее где именно совершенно другой климат по сравнению допустим с россией вот тогда бы все задали вопрос а зачем вы запустили в космос если вы еще на земле проблемы не решили это к тем ребятам и девушкам и женщинам и мужчинам которые задают вопрос а зачем вы рассказываете про отец друзья потому что это дорожная карта потому что это дорожная карта который нет не нет ни на одном не в ни одной корпорации мира то есть это действительно стратегическая карта на 5 10 15 и 20 лет вперед и естественно друзья мы на вебинарах не будем транслировать и как-то пересказывать те новости которые и так есть на официальных ресурсах потому что все их могут абсолютно прочитать друзья и поэтому несколько другие вещи будут посвящаться до skyway был презентован на в таиланде и именно в том числе на таких вот небольших эксклюзивных камерных выставках происходят контакты и помимо больших и масштабных выставок как было на территории индии индонезии и да кстати я не включил не включил сегодня возможно права по андрея но друзья так даже интересная я тролли люблю то есть это не меня абсолютно не смущают и те кто сейчас вот говорит некий негатив ну наверное просто не понимает насколько быстро развивается проект skyway что обращает внимание даже очень мощные платежные операторы как rbk money и вот не договорил про rbk money потому что это действительно очень мощная новость для всех наверное стран которые присутствуют в развитии проекта skyway так как топ-менеджмент rbk money сказали пообещали что будут подключены максимальное количество платежных систем платежных средств которые сейчас у них имеются по всему миру то есть это то что может сказать не будет никаких проблем будущем с увеличением потоков что мы как-то забуксуем из сложной именно вот самой платежной системы что высокий комиссии что долго доходят средства нет такого не будет и с этим же мы готовим тот инструмент о котором рассказали рассказали ранее вам и сейчас на публичных вебинарах мы будем не будем больше освещать этот инструмент это то что готовится целая блокчейн платформа для взаимодействия и синхронизации с технологией skyway и формирование именно уже такого пространства транснет которое будет являться именно единым транспортным и информационным и сервисным и бытовым и много что еще берет себя это пространство след за интернет ну и соответственно мы не можем это сейчас направление не замечать на телемасте я говорил о том какие причины из-за чего мы публично вынесли это направление потому что я могу сказать что это планировалось быть именно секретной разработкой но так как skyway всегда развивается в таких вот агрессивных условиях и вы помните что до на 1 июля до экофеста нас пытались скамить мошенники и причем это была целая плеяда друг за другом шли команды которые хотели собрать инвестиции на фейковом размещение токена но естественно это было пресечено первые разы я лично там общался с теми людьми которые это готовили были угрозы и так далее потом уже соответственно после экофеста была такая попытка то есть запустив публичный анонс о платформе таким образом мы избавились от потенциальных мошенников потому что сейчас через мощное поле информационное именно вот наших вебинаров понимает люди и те кто не с сообщества skyway что запускается некая блокчейн платформа для технологий skyway соответственно мошенникам станет намного сложнее сейчас что-то готовить и портить репутацию во вторых мы поняли что и тоже и ко мне и к виктору бабурина обращались много команд которые говорили что давайте проведем размещение токена на ерце 20 то есть на эфировской сети это самое простое то есть эту задачу вообще вот по подготовке именно решение смарт-контракта по эфира разработчики которые сейчас работают над созданием платформы решили примерно за час лишним и это был бы наверное первый и последний сбор инвестиций потому что нужно это делать сразу заложенной архитектурой и на высшем уровне с огромной компетенции разработчиков и команды и программист тем самым вынесен на публичный обзор это направление мы убили второго зайца избавившись от некомпетентных адвайсеров и тех людей которые на репутации skyway на репутации лично анатолия эдуардовича юницкого хотят как-то заработать денег собрать и какую-то часть например направить на инвестирование экотехнопарка ну и самое главное друзья это то что действительно это альтернативный способ для того чтобы именно охватить тот голубой океан тех людей которые сейчас по роду своего занятия это вот различные акулы киты на которые имеют большое количество криптовалюты купленная в самом начале развития этого направления но им просто не интересен сейчас проект skyway потому что у них и так все хорошо и никак это с блокчейн направлением не соприкасается поэтому они просто возможно о нем не знают потому что в этом векторе не смотрят абсолютно не информацию и вот этот спектр и адвайсеров и китов он также будет охвачен ну и также могу сказать то что сейчас планируется оцифровывание адресных проектов вначале это будет по 12 адресных проектов потом покажет время сколько это будет адресных проектов это ни в коем случае не все адресные проекты на блокчейн технологии сейчас мы не можем этого говорить покажет время друзья но это решение эту платформу готовить не готовить нельзя и соответственно не освещать публично это тоже было нельзя поэтому сергей анатольевич и рассказал всем вам еще в начале осени что да действительно готовится это решение можете считать это в таким бросом информации заранее просчитанным стратегическим но сейчас действительно как бы мы говорим что это было запланировано и обучение по блокчейн направлению они начнутся как будут готовы то есть через месяц полтора потому что спикер один квалифицированный как минимум уже готов и сейчас как бы подкатывает программу для того чтобы всем все было понятно но мы хотели бы все таки чтобы это было уже не просто курсы совмещенные с пакетом обязательств группы компании skyway то есть достаточно интересный будет новый пакет но и для того чтобы люди уже понимали суть что делается конкретно для skyway еще я могу сказать друзья что мы не будем ни в коем случае как-то привлекать и инвестиции непосредственно платформу от широкого круга масс это закрытое финансирование а вот уже воды в оцифрованные адресные проекты skyway можно будет привлекать инвестиции потому что это будет опять же в содружестве и в содействии с группой компании skyway и непосредственно на площадке также skyway капитал в личном кабинете это можно будет реализовывать то есть и в этом плане наш с вами структуры смогут двигаться это технически можно реализовать ну поэтому друзья мы действительно как бы это будем реализовывать больше на вебинарах мы эту тему будем затрагивать но наверное вот с освещение вот то что сделал quantum опять же кто не понял на ракете был за была запущена первая нода одна единственная на одной ракете то есть представьте насколько это не эффективно это даже не производительность одной лошадиной повозки намного хуже потому что таких нот нужно по огромное количество и с учетом того что по общепланетарное транспортное средство сможет все-таки выводить в ближний космос 10 миллионов тонн за один рейс то это говорит о том что сразу экосистему подобную можно будет выстроить с помощью на технологии общепланетарного транспортного средства на основе разработок инженера юницкого и это друзья что-то мне подсказывает поддержат те люди у которых даже тысячи биткоинов хоть полторы тысячи биткоинов потому что это их мир это их жизнь и то что делает их мир их жизнь лучше естественно обычный человек поддерживает это еще одна стратегия которая будет применена при популяризации платформы тот кто пообщается я знаю что сейчас несмотря на то что и это является одной из причин почему именно в публичном освещении мы прекращаем что-то говорить про платформу будет только на специализированных вебинарах и обучение потому что некоторые люди почему-то начали расфокусироваться и чего-то там ожидать но друзья это то же самое что ожидать что будет создано как-то писать имейл отправлять что будет создана в любом случае новая модель либо телефона либо автомобиля и советовать разработчикам то есть тут никак абсолютно не повлиять друзья и нужно сосредоточиться именно на первой нашей основной цели это финансирование проекта skyway потому что сейчас это в 2018 году является наиболее важным потому что сейчас в рамках четырех лет мы действительно проходим уже на стадию реализации адресных проектов договора соглашения подписаны но сейчас также и компании правительства которые планируют реализовывать адресные проекты опять же более чем много конкретики то есть индия это штат джархан штат штат дхармсала это то что я сказал в начале своего вещания то есть штат махараджра это концепция логики и именно золотых деревень это концепция связки островов также индонезия естественно также австралия также различные страны как именно на территории азиатского пространства было начато в прошлом году взаимодействие именно со странами латинской америки и друзья это действительно формирование сети адресных проектов но без того плацдарма который сейчас мы с вами не создали бы без в реализации именно посредством крауд инвестинга посредством народное финансирование проекта ничего бы абсолютно не было бы и друзья я думаю что абсолютно не для кого не секрет что если сейчас мы темпы сбавим как-то то соответственно затормаживание демонстрации решение как вот таких вот как юниконт посмотрите бизнес-план вот тут кстати пишут мне бизнес-план про бизнес-план посмотрите если там юниконт или нет а он делается если допустим грузовой дрон который был уже спроектированным юницким я не в курсе сейчас он как бы создается уже в реальности или нет но это действительно как бы инновационная разработка которую все ожидает потому что не только с помощью вертолетов нужно встроить в труднодоступных местах горной местности в болотах там и так далее в джунглях а он делается планировалась ли сервисная линия sky service концепция планировался ли юни байк вообще друзья а действительно вот это максимальная оптимизация и антолий эдуардович успевает за тот объем финансирования которого ну наверное никогда не будет достаточно с учетом того что антолий эдуардович уже на многие года непосредственно уже в реализации общепланетарного транспортного средства то есть мы уже опаздываем друзья и если кто-то говорит подби про бизнес план но посмотрите посмотрите что сколько сейчас направлений было создано сколько оптимизации производства было создано осейское хозяйство друзья когда я общаюсь с сотрудниками зао струнные технологии то они действительно как бы радуются что получает уже на продукты с эко технопарка и с продукты выручен выращенные на нашем гумусе это отработка технологии отработка инновации которая коренным образом изменит все мировое сельское хозяйство и друзья действительно можно будет восстановить плодородный слой почвы и пустыни сделать настоящими азисами это интересует арабский мир это интересует естественно те территории где уже убиты просто почвы и это действительно огромный рынок которого сейчас нет спрогнозировать его опять же невозможно друзья то есть сколько направлений действительно делается и сделано с максимальной оптимизации расходов уже за это время и многие задают вопрос про смену этапа по смене этапа ну как обычно это будет сказано за примерно две недели две-три недели все об этом узнает смены этапа я думаю что грядет но об этом удостоверить верит нас только головная компания друзья и никаких тут каких-то суждений и мыслей домыслов что не меняется этап что недофинансирование друзья их не может быть потому что действительно сколько делается того что не было запланировано и сейчас что еще реализовывать на экотехнопарке в городской пассажирской трассе высокоскоростной трассе которая именно вот в первом приближении была построена на территории экотехнопарка сейчас реализуется уже грузовая трасса друзья если кто-то этого не замечает если кто-то не смотрит боевой листок ну собственно бог вам судья то есть единственная просьба это не распространяйте какую-то дезинформацию что чего-то не делается я рекомендую всем пользоваться так называемым боевым леском который всегда обновляется после каждого вебинара и все новости все ключевые моменты развития проекта skyway там освещается на основе вебинаров которые мы проводим сергей антоличем и это действительно как бы очень мощный инструмент также обновляется сейчас не сброшу ссылку может под рукой нет презентация по строительству потому что многие спрашивали и я думаю что в ближайшем будущем мы также обновим основные веки а что же все-таки было сделано самого главного за эти я не побоюсь этого слова уже года и что несколько месяцев месяц неделю назад было сделано в проекте skyway все также смогут ссылками об этом ознакомиться и если есть информация непосредственно на других языках то естественно это будет освещено и на других языках но вот таким образом дорогие друзья я по-прежнему не могу рассказывать раскрывать информацию возможно которую которую я знаю по адресным проектам но которая является закрытой к разглашению уже тут действительно гриф секретности обо всем вы узнаете ну и я и сергей антолич тоже многих вещей просто не знаем но мы узнаем уже непосредственно из новостей головной кампании и соответственно сейчас я могу повторить друзья покупайте пока есть возможности термин английский который мне очень нравится его из крипто направления взял из крипто трейдинга и так далее байдарип вот сейчас самый deep который может себе представить потому что насколько быстро будут закрываться этапы уже когда пойдут первые транши уже когда просто наверное каждый день будет приезжать делегации сейчас каждую неделю приезжают делегации то в будущем каждый день будет приезжать делегации можно и не успеть можно и не успеть на смену тринадцатого этапа четырнадцатого этапа это может произойти очень быстро и я друзья об этом буду повторять потому что сейчас действительно та возможность которая в будущем уже может не быть ну и для тех кто подошел я даю еще один анонс предстоящих теле мостов с переводом естественно будет все в записи по африке по вьетнаму по индонезии по франции мы могли бы съездить на разведку на окучивание в эти страны провести конференции но друзья максимальная эффективность максимальная оптимизация вот кредо по жизни вообще технологии skyway но в этом месяце это также основная веха и стратегия именно skyway капитал просто так на конференции на 50 60 человек мы ездить не будем друзья то есть мы будем готовить почву готовить маркетинговые инструменты и приезжать уже на большое количество людей потому что времени нет все нужно было уже вчера ну а сейчас друзья если есть у кого-то вопросы то пожалуйста если кто-то считает что я новости никакие не дал хотя у меня прямо перед передо мной список тезисов я считаю что некоторые новости все-таки про транслировал то задайте вопросы и я с удовольствием на них отвечу друзья новости про крипту я сказал друзья что это будет на специализированных вебинарах вкратце то что я говорил на теле масте мы взяли очень мощного специалиста целая компания но специалисты идеологически подходит именно о том понял что такое skyway какая сеть реализуется что следующая несколько за интернет как обычно в логике стартапа как обычно с максимальной оптимизации по закупу но в команду присоединился человек который делает дизайн интерфейсы для таких компаний как panasonic sony друзья вот валерий 72 как вы считаете каждое испытание нужно показывать то есть нужно снова показывать что проехал юни байк или рекордную скорость нужно 200 километров в час уже на 800 метров это невозможно по сути и испытания проводятся и сертификация была проведена друзья испытания проводились как раз для этого вот смотрите очень интересный вопрос по поводу открытие собственного банка вот такие шаги они очень ответственны очень серьезно но первые так скажем ласточки в этом направлении это направленно называем направлением традиционной финансовой индустрии альтернативная финансовая индустрия это блокчейн направление это то что нам дали полный зеленый свет топ-менеджмент компании rbk мани а это достаточно мощная компания как получить гумус я думаю что гумус вам сейчас вряд ли поможет но его можно будет получить через тот же sky service когда будет уже реализована сеть skyway так что друзья те кто устали те кто может хочет передохнуть и не дай бог конечно это дело каждого и право каждого потому что у нас свободная страна skyway заняться какими-то другими вещами вы можете осознать что пробежали некий спринт но те марафонцы которые бегут сейчас с нами со всеми и действительно рвут и мечут развивая проект skyway друзья я хочу вам пожать руку и пожать руку всем кто присоединился с 2014 года потому что 2018 год ну уже в принципе как бы за январь произошло стойка новостей и возможно как бы инвесторы стали разбалованными что подавая побольше новостей нужно больше хлеба зрелищ хлеб зрелища сейчас в большинстве своем закрытой информации да проект умного дома друзья очень интересная концепция сам хотел бы мужа вот жена меня спрашивает и есть такое желание в будущем жить обязательно в своем доме антолий эдуардович также и являет сейчас не инженером только и не только генеральным конструктором не только председателем именно правлении зао струнные технологии но и простым фермерам и на территории экотехнопарка происходит исследование ну если говорить про территорию если говорить про концепцию умного города то друзья даже вот то что ранее мы говорили что будут как-то канализация подведена все это пойдет в почву даже вот тогда это уже устаревшая информация может все будет расщепляться теми микроорганизмами которые уже испытываются то есть именно вот такая вот инженерия биоинженерия создание новых именно как сказать новых комплексов возможно именно агрокомплексов которые позволят создавать гумус это не менее мощное серьезное направление чем и создание инженерной технологии и это охватывает проект skyway и это все наше с вами друзья также и благосостояние и счастливое будущее так друзья по дисконту 1 к 600 я еще раз сброшу по изменениям в лояльности обязательно прочитайте с 1 марта будет аннулирована возможность взять продлить рассрочку этой возможности больше не будет пока такая информация ну что ж друзья для кого-то данный вебинар показался потоком сознания для кого-то это действительно как бы выцепили для себя 3-4 а может быть 5 новостей потому что я думаю что те аналогии с Илоном Маском с его туннелями и Sky Service аналогии с запуском Quantum Quantum первых нот и все-таки концепции реализации целой программы по запуску нот как потенциально как возможный рынок уже общепланетным транспортным средством это позволит тем людям которые еще не услышали о проекте SkyWay может находиться в блокчейн сообществе может следят и являются технологическими гиками фанатами Hyperloop Илона Маска донести все-таки что вот она технология рождается перед вами она уже продемонстрирована она уже даже в некоторых странах и сейчас уже начинается бурное шествие начала адресных проектов сети адресных проектов по всей планете строй SkyWay спасай планету друзья и дай дорогу мир транспорта